Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Сегодня у нас не первый день охоты, а седьмой уже. Но я в лес выбираюсь четвертый раз только. Были тут дома дела домашние. Сегодня выбрался новое место. Ну как, в этом году я просто здесь не был. И тут прошел чуть подальше, к реке посмотреть, что здесь изменилось. Каждый год сюда, либо я, либо с кем-нибудь. Мы приходим, смотрим, ностальгируем. Вот тут церковь такая вот старая, заброшенная. Места такие тихие, спокойные, река течет. Сейчас пока шел, там селезень по этой реке плыл. Камеру не на все охоты брал. На первые две не оставлял дома. Вот на второй охоте был у меня один удачный выстрел, одного вальшника. В копилку я добавил. Так что уже эта охота весенняя прошла не в ноль. Вот такие цветы. Красивая и желтая, и фиолетовая. Вот он спил бобра. А там кора подъеденная. Ну кору, скорее всего, наверное, лоси съели. Вот еще видны бобра. Деяния с деревом. Решил он ветку перегрызть. Выбрал я вот такую вот полянку, где трава примята, чтобы можно было удобно ходить. Я последний раз здесь был два года назад. И вальшник неплохо летали. Погода была только другая. Сегодня ветер сильный. И того, гляди, дождик пойдет. Его сначала обещали на 6 часов, примерно вот как сейчас. А потом перенесли на 8. Вот не знаю, будет, не будет. Есть шанс, что под дождь попаду. Взял плащ с собой. Стрелять буду семеркой. Феттер в контейнере. Одну упаковку купил. Быстро начала расходиться. В первый день уже процентов 40 и стрелял. И решил еще купить две. Но две не знаю, успею ли стрелять, потому что не каждый день езжу. Сейчас такой патрон стоит 52,50. То есть не дешевого удовольствия. Две упаковки патронов купить, 50 штук, это что-то там 2600, что-то вот так вот выходит. В общем, теперь дуплетом стрелять дорого. Каждый выстрел нужно обдуманно. Даже какого-то вальшнепла лучше и пропустить. Десять выстрелов. Можно сходить вон мясо купить в магазине. Показываю ту точку, куда я встал. Раньше, помню, он там охотился мимо. Рядом он с тем мелколесем. Но после раз, как-то на этой точке вальшнепла больше витали, я сместился. Вот это четкий выстрел был. Как раз сейчас стоял и думал, как упреждение правильно брать. Не успел камеру включить, но выстрел был точный. Так, да он. Упал где-то тут. А вот он. Сегодня предпоследний день охоты у нас. Выбрался я на новое место. Никогда здесь еще на вальшнепле не стоял. Вот такая вот полянка меня окружает. Вот здесь я и планирую сегодня встать. Но по мере того, как вальшнепла будут лететь, если в каком-то месте они будут лучше, может, я отойду в ту сторону леса. Может, в ту сторону леса, ближе к реке. Вот еще хочу отметить, что сегодня на этом местечке очень много охотников. Даже первый раз, наверное, столько я в одном месте вижу. Машины тут три или четыре было напарковано. Потом еще тут проехала одна, еще мужик какой-то прошел. В общем, очень-очень много. Надо быть внимательным, чтобы кого-то не бомбануть и тебя, чтобы они бомбанули. И еще хочу отметить, что в поле кто-то посадил деревья и привязал их трубкам пластиковым. Вон, видно, что целая поляна. Не знаю, что это за деревья такие, что тут хотят вырастить. И кто-то поливать воду приносит. Сейчас пока ружье собирал, патронтаж надевал, пока вот одевался, утеплялся. В этом как раз новом месте смотрю, по дороге идет человек в форме полицейского, женщины. И, ну, я егерь, короче говоря. Два человека идут, меня увидели, ко мне направились. Я как раз камеру на голову надевал, думал, смущать, не смущать их. Думал, фиг с ним, пусть будет. Пусть думают, что видеозапись ведется. В общем, подошли там, представились, спросили документы. Показала им свое разрешение на оружие. Они такие, типа, разрешение на охоту. И билет зеленый. Как бы все путевку показал, билет показал, все у меня есть. О, уже кто-то. Уже кто-то бахает. Кстати, они туда пошли проверять. Может отстреливается кто-то. Спросили, на чем приехал. А где у вас чехол? Я говорю, в рюкзак убрал. Типа, покажите, может, вы этот. Показал, что у меня чехол в рюкзаке лежит. В общем, все у меня в порядке, все по закону. Вот. И пошли они дальше других охотников проверять. Туда по дороге как раз машина проехала, УАЗик. И еще человек пешком прошел. Хорошо быть законопослушным. Но все равно было волнительно. Первый раз вот так вот в лесу пришли. И решили меня проверить. Ладно, все, надеваю камеру. Уже вальшина полетела. На страже буду, чтобы стрелять. Приехал я на охоту. Сегодня у нас последний день. Приехал вообще в новое место. Тут никогда не бывало ни летом, ни зимой. Приехал сегодня на двухколесном транспорте. Это тоже первый раз в моей жизни. Сегодня его только помыл. Сейчас пришлось опять тут по воде проехаться. Немножко подзапачкал. Я-то думал прямо к реке смогу проехать. По карте там вроде как не так густо было. Короче, сейчас прыжком придется идти. Мотоцикл оставляю здесь. Сейчас от клещей попшикаюсь. И в принципе уже можно остановиться будет по времени. Осталось где-то минут 30-40 до начала лета. Мотоцикл не мог оставить. Ножка проваливалась. Он подложил тут ветки под основную пятку. И вот под эту вот боковую, за которую закрывают подножку, тоже подложил вот тут толстые сухие ветки. Вроде стоит. Ехал в сапогах таких вот толстых. Не очень удобно переключать передачи. Приходится ногу подсовывать. В общем так, не очень комфортно ехать. Собрался, ружье зарядил. В диких местах заряженным ружьем как-то поспокойней себя чувствуешь. Биваю куртку и подчапал. Я думаю, что вон там, где взалеки деревья, там и река течет. Погнали. Приходит подчапать. Ух ты, блин. По воде какой. Вот и первый клещ ползет. Опасно. Надо аккуратно смотреть. Так, куда он тут спрятал тесну. Попробуем в него шикнуть специальным баллоном. Блин, вот еще что ли один. Ты гаев тут. Уже двух цепанул на рюкзак. Значит, и по мне могут ползти. Так, где тут терять начинаю уже. Две штуки ползут. Один отвалился. Второй что-то тоже запаниковал. Блин, ялинки на ползет. Блин, клещи нам нафиг не нужны, конечно. Давай, друг, сваливайся нафиг. Последний день охоты. Не без приключений. Но это интересно. А то это все однообразие какое-то. Клещи с рюкзака двух штук снял. Не знаю, на себя еще раз попшикался. Надеюсь, что не цепанул. Потом, смотрю, там щука плескалась. Ну, скорее всего, щука бомбанул ее. Не знаю, попал, не попал. По лесу в воду, разкатался по ги. И шел-шел, и как резко там обрыв. Я, короче, провалился одной ногой, черпанул. Сейчас вот стою, сапог мокрый. Идея в голову пришла. У меня правый сапог сухой. И в нем обычный носок шерстяной и вкладыш. Я сейчас вкладышем поделюсь. Правой ноги налево. А мокрые носки и стельку вытащу. Думаю, это отличный вариант. Вдалеке были слышны выстрелы. Два раза. У меня пока нет. Я пока все не могу успокоиться. Я на этих клещей смотрю. Прям удивительно. Рюкзак положил, поднимают. Блин, две штуки ползет. Он летел оттуда. Я его бомбанул. Он начал снижаться и сел на тот берег раненый. Вот гад. Как туда перебираться? Тут не перебраться. Только если раздеваться и лезть в воду. А я уже и так в воду слазил. Вальшнап будем считать, что достанется какой-нибудь лисе. Перешел на новое место. Стоял там. Перешел здесь, потому что вот тут как-то Вальшнап вдоль вот этого леса любит летать. Пока переходил, в одного стрелял, а другой летел на меня. Потом, видимо, увидел и полетел вот над этим кустарником. Я не стал стрелять, потому что если он упадет, то его сложно будет найти. Сейчас еще одного клеща с себя снял. Прямо полз по штанине. Хоть и пшикался, пшикался, а все равно долез гад. Блин, сегодня Вальшнапов дофигища. И клещей дофига в этой местности. Хотел стрелять. Он опять над этими кустами летел. Не очень удачное место. Надо туда, к лесу отходить все-таки. Блин, не знаешь, на кого охотится. Ты на Вальшнапов, а на тебя клещи охотятся. Шил пока еще чуть-чуть видно. И вроде Вальшнапов перестали лететь, пробираться через вот эти вот кусты и выезжать домой. Так что на этом охота, скорее всего, весенняя в этом году заканчивается. Надеюсь, никаких приключений больше у меня не будет. Теперь надо ехать домой и сейчас еще клещей посмотрю фонариком. Утеплюсь и вперед погнал. Всем пока!